Чтобы заработали фонари, дорогу должны признать дорогой. Кто бездействует и почему на школьной три года нет света, решила выяснить прокуратура Пушкинского района. Эти фонари появились в новостройках поселка Шушары еще в конце 2014 года. Но смотанные провода никуда не ведут. Сейчас спасают белые ночи, а вот зимой люди пробираются от автобусной остановки к домам почти на ощупь. Лидер движения «Солидарный Петербург» получил массовые жалобы от жителей и, написав обращение во все инстанции, пригласил на место прокуратуру. Прокуратурой Пушкинского района на основании обращения гражданина проводится проверка в связи с отсутствием уличного освещения в данном микрорайоне. При наличии оснований прокуратуры района по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Основание действительно трудно найти, ведь, по сути, застройщик еще не прекратил работы на участке, а эта асфальтовая дорога в кадастре и вовсе улицей не считается. Вот эти дома, вот те дома в эксплуатацию не сданы. Мы не можем говорить, что данный микрорайон сдан эксплуатацию, он не сдан, он строится. Сейчас как раз будет прокуратура проводить проверку, смотреть документы, на какой стадии находится сейчас процесс передачи земельного участка. И когда, наконец-то, возникнет вероятность того, будет определяться, что, наконец-то, данная земля станет улицей, и вот после этого уже фонари будут подключены. Однако даже в этом случае ждать придется минимум год, ведь новым территориям нужно будет еще попасть в городские адресные программы, которые на ближайшее время уже сформированы. Но есть и второй способ увидеть свет. В микрорайоне работает подстанция, которая питает дома. Теоретически застройщик может использовать этот ресурс и взять весь процесс подключения на себя. В течение месяца прокуратура Пушкинского района будет запрашивать и изучать все документы.